Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе своего друга, да и не только, дело в том, что мне всегда было интересно попробовать, как работают крученые подлески. А здесь как раз из далекого края мой друг Сергей Курмаков, который профессионально занимается плетением всех этих подлесков. Прислал вот такой наборчик. Как вы видите, они имеют все, вот кроме этих вот, разную длину. Мне очень было интересно, как они будут работать по сравнению с теми подлесками, которые, допустим, вот, как вы видите, это профессиональный подлесок, который продается от фирмы Хэнс. Имеет вот такую длину, и он написан на 60 сантиметров. Вот он он. Это вот плетеный профессионально тот, который плетут и продают в интернет-магазинах. Если мы внимательно посмотрим, то петля, допустим, в заводском и у моего друга практически вот одинаковая. Но я не хочу здесь устраивать соревнования или, будем говорить так, войну или борьбу, кто лучше, кто хуже, я буду рассматривать сам процесс и принцип применения, как нам это, что лучше, мы не будем рассматривать. Я укажу на определенные недостатки и достоинства. И в то же время расскажу, как себя, вот я тестировал вот этот, специально ходил в спортзал. К сожалению, я заснять видео не могу, потому что мне приходится договариваться после всех тренировок, всех спортсменов с уборщицей. И я потом прихожу и начинаю или сам тренироваться, или с друзьями, или, допустим, как во все случаи, прихожу, с ней оплатил, за час работы попробовал все, сколько нужно, и ушел. Поэтому это чересчур дорогое удовольствие. Там недостаточное освещение, поверьте на слово. Вот мы взяли из упаковочки, выполнено просто изумительно, великолепно, все на высшем уровне, нет никаких проблем. Алексей подошел достаточно творчески ко всему. И продумана упаковка, и продумано абсолютно все, что для вас, как потребителя, здесь необходимо. Указан его класс, указана длина, разрывная нагрузка, все здесь видно. И, как говорится, на черном фоне, пожалуйста, вы видите, как он выглядит. Я ради интереса взял, у меня имеется, я вам сразу буду показывать, вот разные, у меня есть и плавающий ВФ-ка, вот такой, это уже, ну, с моим плетеным, которому, сейчас я вам покажу, на другом, это тоже ВФ-ка. Вот этот плетеный, мною подлесок, ему уже скоро будет 10 лет. И что характерно, как вы видите, вот на месте, где я крепил к шнуру петлю, она уже несколько истрепалась, это та петля, которая плетется чулком в заводских условиях. Подлеску 0,0,0 каких-либо повреждений, как был, так и есть, ну, немножечко стал грязным. И, если мы, я захочу, допустим, вот поменять петлю, вернее, подлесок. Как вы видите, если мы возьмем, вот, крученый подлесок, вот я его беру, он уже имеет, вот, как вы видите, вот такую жесткость. Я во всех, допустим, объяснениях, высказываниях своих, я рассказывал, нельзя сравнивать крученый и плетеный подлесок, это то же самое, что сравнивать цепь с тросиком. Это два разных предмета, которые выполняют одну и ту же функцию, удерживают какой-либо вес или выполняют какую-либо нагрузку. Поэтому изготовить вот такой, будем говорить, подлесок проще простого, этот же ж надо изготавливать двое-трое суток. Но динамика разворота петли с применением плетеного подлеска значительно лучше, чем крученого. Что я заметил? Вот я брал 2,40 и пробовал на двух разных шнурах, и в том числе вот у меня имеется вот такой тонущий шнур, он несколько сам по себе чуть-чуть тяжелее, поэтому я попытался попробовать на всех разных, чтобы потом уже не было никаких вопросов. Дело в том, что оверхед разыгрывание вверху, или же оторвать от пола и сделать перезаброс, несколько разные забросы, но в то же время скажу сразу, вот смотрите, это вот у меня также изготовлена заводская петля. Она жесткая, я ее даже ничем не пропитывал, сама по себе достаточно жесткая, поэтому я обычно, когда собираю все вот такие вот конструкции, я стараюсь, это вот более мой рабочий, я сейчас покажу, одеть кембрик, у меня в этом случае получается нет хлопанья, и в то же время значительно аккуратнее идет разворот петли. Как вы видите, вот я делаю дугу, и она абсолютно дальше повторяется вместе с моим подлеском. То при соединении петля в петлю вот такого подлеска у нас будут возникать сложности. Какие? Жесткая моя петля, которую я присоединил на шнур, плюс жесткая петля, которая на нашем получается подлеске. Здесь однозначно сразу надо ставить кембрик. То есть опять идут определенные неудобства при замене подлесков. Но при забросах, если внимательно посмотреть, то с заводским, допустим, подлеском, плетеным, который имеется, я показывал вам, он имеет одинаковое значение также с тем подлеском, что изготовил Алексей. Вот абсолютно так же идет одинаковая толщина, так же идет переход от шнура. Я обычно уже из своей практики, для того, чтобы у меня не было больших проблем при забросах разных нимф или там сухих мушек, я всегда стараюсь сделать что? Вот этот, который у меня находится подлесок. Вы видите, он не отличается сильно, немножечко тоньше идет, и дальше у меня также идет вот конусность его, как положено, до самого-самого-самого, вот если вы сможете обратить, заметить, до колечка, куда я уже цепляю 0.1, 0.12, в зависимости от рыбалки, цепляю поводок. То конусность у меня ровная, так же, как и в крученом подлеске, по всей длине, качественно, красиво, все хорошо. Но он несколько жестче, и получается, если я буду использовать свой плетеный подлесок, который вот изготавливаю я, или изготавливаете вы, друзья, то за счет длины полтора метра, или же, не приведи Господи, использовать мне на рыбалке плетеный подлески, они у меня есть длиной и два с половиной метра, то получается ситуация следующая. Подлесок уже хуже разворачивается, его необходимо использовать только для определенных рыбалок. И очень сильно он прилипает к воде. Допустим, кольцевой какой-либо заброс с использованием как якоря, это еще дополнительно дает якорь, что не всегда есть хорошо. Недостаточно бывает даже места для заброса, чтобы вот этот якорь, два с половиной или два метра моего плетеного подлеска, смог их затормозить. Поэтому здесь хуже. Почему я и написал во второй книге, что лучше использовать плетеный подлесок не длиннее полтора метра. Так как я дружу со своим земляком Егором Бабичем, и он во второй книге посвятил целую главу по забросам, я специально после своих экспериментов позвонил ему, и будем рассказывать, как есть уже на прямоту, я спросил открыто, Егор, скажи мне, так и так, вот ты там этим, 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 он сам, так же, как и Алексей, плетет, крутит эти, делает подлески, и уже очень-очень давно. Он сказал, что действительно, два метра больше не стоит крутить подлесок. Вот тот плетеный, те плетеные, которые я ему в подарок отдавал, мы как обменивались, и те плетеные, которые попадались ему, полтора метра, метр восемьдесят, это оптимальная длина, которая годится для плетеного подлеска. Крученые годятся практически вот до двух с половиной метров, абсолютно нормально можно использовать. За счет вот этой жесткости, он меньше прилипает в воде. Во второй книге я полностью дополнил, успел, пока она в типографии не печаталась, добавить, как и чем пропитывать вот наши подлески, чтобы они плавали, как пробка. Там все написано, я в фильме рассказывать не буду. И, как вы видите, вот я беру свою петлю, которую я выплетал, она достаточно мягенькая, крутится, удобная, то есть он мягче, этот несколько жестче. Поэтому для определенных рыбалок, в частности, я считаю, как на сухую мушку, достаточно динамично нужно сделать презентацию, чтобы действительно напоминало упавшее насекомое, которое плюхнулось у нас возле кромки камыша. Мой несколько грубее в этих отношениях. Мне приходится здесь варьировать толщиной лески на поводке и стараться более мастерски выполнить заброс, для того, чтобы прошла хорошая презентация. Для нимф, без разницы, хоть 3 метра плетите длину поводка, подлеска. Здесь же ситуация несколько другая. Не могу сказать, это плохо или это хорошо, но скажу только лишь одно. Две разные вещи, которые между собой сравнивать нельзя. Я в большей степени на следующий сезон планирую свой, который у меня имеется 1,5 метра 60 или 1,30 метра на другом, использовать для одних рыбалок. Эти же, допустим, Алексея, которые он мне прислал в подарок, я буду использовать только для рыбалки с сухими мушками. Можно, конечно, и для нимфы. Это уже большой разницы не имеет. Даже могу сказать, и нимфа очень будет хорошо для такой глубины 2,40. Почему? Потому что меньше этот подлесок якорит, делает тормоз с водой. Он более скользкий. И что здесь я хотел бы заметить. Мы немножечко отвлеклись. И постараюсь заострить ваше внимание. Если мы будем делать переходы соизмеримо с диаметром шнура и нашего подлеска, это очень хорошо. Но в основном я, это чисто от меня касается, я использую, и Егор подтвердил это, что мои подлески хороши тем, что они выступают в роли как стреляющая голова. Дополнительно еще как бы формируя более качественный разворот и более дальний заброс. Поэтому пробовать вам нужно будет самим, как вам лучше. Но диаметры вот у меня, как вы видите, если мы будем сравнивать, в разы у меня толще. То есть я изначально плету его как стреляющую голову. Можно выполнить, и так как вот у меня имеются более старые мои, по всем правилам переходов, как вы видите, здесь толщина уже соизмерима с этим. И на этом древнем моем, так и того подавно я его плел, бог знает, когда тоже экспериментировал. Но нежелательно, как я уже говорил, чтобы была вот жесткость в соединении нашего шнура и нашего подлеска. Должно быть мягко, чтобы наша дуга не ломалась при развороте и более качественно был заброс. В целом, честно вам скажу, очень положительное впечатление от произведенного товара. Я относился не так, чтобы предвзято, но, откровенно говоря, игнорировал все вот крученые подлески, потому что через мои руки проходило уже достаточно много. и я сам пытался тоже все это крутить. Немножко не устраивало меня все. Поэтому в третьей книге, я обещаю вам, она уже готова у меня на 90%, я обязательно сделаю раздел, который мы, сообща вместе с Алексеем Курмаковым, сделаем по крученым подлескам. Какие нужны будут инструменты, какая нужна леска, что вообще нужно сделать для того, я распишу подробно, ну, честно скажу, не раскрывая всех секретов мастера, которые должны остаться за Алексеем. Я расскажу так, чтобы вы дома без всяких премудрости могли сами с помощью дрели или шуруповерта, или токарного станка изготовить вот такой себе крученый, ну, буквально, считайте, можно, если все у вас находится под руками, то в течение получаса у вас уже будет готовое изделие, даже с расчетом того, что вы к этому не готовы. Теперь, что касается подлесков, в дополнение, здесь плюс-минус, в чем разный, здесь уже в крученом, невозможно что-либо вставить для того, чтобы его утяжелить. Здесь же при плетении, за счет того, что у меня образуются звенья, и вот я делал в свое время это вот тонущая черная такая леска, специально для щуки, с вертлюжком, как положено, со всеми причандалами, у меня изготовлен вот такой специальный подлесок. Можно еще дополнительно, чтобы он больше тонул, леска и так, это достаточно хорошо погружается под воду, не надо ее ни окунать никуда, ни мочить предварительно, можно вплести медную проволоку. То есть, вариантов утяжеления и плетения подлесков несколько больше, чем у крученого подлеска. Поэтому, скажу вам сразу, вот если вы будете смотреть и выбирать в магазине, я вот, как показал вам, это вот магазинный, который 60 сантиметров, вот, фирмы Hens, мы выбирали очень долго, бросали в аквариум, перепроверяли, ну, скажу вам честно, как вы видите, если камера сможет вот так вот передать, далеко до совершенства, даже то, что это промышленный. У Алексея просто великолепно, в идеале ровненькие все переходы, без всяких скачков, без ничего, аккуратненько, красиво, идет хорошая конусность, как вы видите, по толщине всех лесок. Поэтому, если у вас будут возникать какие-либо вопросы, пожалуйста, я во всех фильмах указываю свою почту, пишите, комментируйте свои отзывы, свои предложения. Повторюсь еще раз, это сугубо мое личное мнение, мое заключение, я не эксперт, я, будем говорить так, не имею даже разрешения от всех этих автом, для обучения вас забросом или чему-либо. Я, как техник, вам просто расскажу особенности, вот как вы видите, этих шнуров. И к тому же еще, Егор, что сказал, что плохо, когда крученый подлесок идет за цепь мушки, за ветку, за траву или же за растительность, и вы пытаетесь оторвать, то он потом отстреливает и собирается в спираль. Приходится потом его через две кожаные пластиночки за счет термосоприкосновения и трения его подравнивать. Этот же швот плетеный, ему ничего не нужно. Пожалуйста, его хоть скомкали, как угодно, взяли, выровняли, он сохраняет свою форму во всем положении. Теперь, что касается фильмов. Как я уже перед этим фильм, который я выпустил, ставлю последний раз вас в известность. Фильмы остаются те же самые, которые 500 с лишним фильмов имеются на канале. Вы их как смотрели, так и будете смотреть бесплатно. Последующие фильмы, они переходят в разряд просмотра через определенную оплату. Какую? На ютубе они сами определятся. Я подготавливаю следующий фильм. Это будет в книге. Вот как вы видите, это вот я вам покажу. Это крученый люрекс, который я изготавливаю практически вот из любого. Это вот было изготовлено люрекс, из вот такого люрекса, который я повзаимствовал у своей жены. Кстати, это еще 70 какого-то года выпуска люрекс. Поэтому фильм займет не очень много времени, но ровно за считанные секунды наш обыкновенный люрекс превращается вот в такой крученый. Это уже будет у меня в третьей книге. Поэтому фильмы я буду выкладывать, будь вы их смотреть только после определенной оплаты через ютуб. Это то, что вы мне писали в почте. Почта есть. В фейсбуке я Владимир Сапига, в одноклассниках я Владимир Сапига, в твиттере я тоже Владимир Сапига, во всех социальных сетях вы меня найдете. И, пожалуйста, задавайте вопросы, решайте все. Повторю свой вопрос шкурный. Кто желает участвовать в спонсорстве, ну или давайте так назовем по-народному, в складчину, потому что в данный момент из недостающих четырех тысяч две тысячи мы собрали сообща, остается две тысячи доплатить типографию для того, чтобы они порезали отпечатанные листы, сшили их вручную, одели обложку, там буквально три-пять суток для того, чтобы отлежалось готовое изделие и книжка будет готова. Ребят, осталось очень мало. Формат книги будет такой же вот, сейчас я специально возьму, формат книги такой же А4, такой же глянец, но единственное, что будет выпущена часть книг в жесткой вот такой очень жесткой обложки и будет в экономке несколько дешевле выпущена обложка будет чуть-чуть помягче, поэтому чуть дешевле будет вариант. Количество ограничено, потому что, честно вам, полиграфия, как вы видите, везде все хорошее, на хорошей бумаге мелованной, все то же самое. благодарю вас за внимание, надеюсь, до скорых встреч, спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...